Доброго времени суток, господа, товарищи, любители стратегий. Приветствую вас на игровом канале Восходцева и Михаил. Мы продолжаем с вами играть в Medieval 2 Total War. В мод Булатна стали версия 2.0 за фракцию Киевская Русь. Ну что же, многие мне подсказывали и в контакт, и в личку, и куда только не подсказывали, что вообще происходит. Что будет происходить. Да, не знаю, зачем они это делали. Ну, по-видимому, решили они мне немного помочь, да. Ну, всем им хочу сказать искренне спасибо. Действительно, ваши советы очень любопытные. Я бы даже сказал, что они в корне меняют вообще все направление моего развития, скажем так. И... Мой господин. Что тут еще можно добавить? Да, пожалуй, наверное, ничего тут больше добавить нельзя. В общем, просто это меняет все. Ребята, все. В первую очередь, Владимир и Волынский мне объяснили, что... Если бунт уже начался, то подавить его практически нереально. Практически нереально. Мы будем здесь, значит, делать что? Мы просто выведем всю нашу армию. Кроме трех отрядов, которые у нас за бесплатно содержатся в этом городе. Из крепости, общественный порядок, как видим, понизился. Хотя нет, остался таким же. Давайте попробуем все вообще увести. Но прикажем. Но прикажем. Амилорд! Объединяй войска, Амилорд! Также 50. Казна уменьшилась. Ай-яй-яй. Тогда давайте все-таки засунем эти три отряда обратно. Коля. Вещественный порядок не меняется. Вот. Казна на поболее, поболее тысячи. Это хорошо. И будем ждать восстания. Будем ждать восстания. Без него никак. Так. Ну а нашим полным стэком сходим и, пожалуй, разобьем вот этих мятежников. Которые вообще уже обнаглели, по-моему, в край. Так. Дальше что мы будем делать? Во-первых, проверим наших купцов. В этом моде оказалось, что купцов вообще двигают все, кому не лень, собственно. Так. У нас есть задание. Но я, наверное, не буду его выполнять, потому что человек, которого нужно убить, он постоянно куда-то убегает. И за ним гоняться себе дороже. Нашим убийцам лучше, я не знаю, вам кого-нибудь завалить. Какого-нибудь негодяя. Так. Что еще? Что еще из того, что можно сделать, но не сделано? Во-первых, православие. Здесь все с этим нормально. У нас вот армия с подкрепом идет, да? Идет да зря идет, по-видимому, да? Сюда засунем. Вас тоже уберем. Хорошо. С этим все понятно. С дипломатами понятно. Купцами понятно. Со всеми агентами понятно. Вой, войска. Войска здесь не дошли, к сожалению. Здесь готовимся. Ну и все. Давайте, давайте заканчивать ход. Не будем тянуть резину. Время идет. По музыке, ребята, спрашивал кто-то. Вот музыка. Во время хода ее хорошо слышат. Потому что это отдельный перезвон. На него не распространяется. Тескоправо. Со всей остальной музыкой просто беда. Просто беда. И кто смотрит многие мои ролики. И не только по стратегии. Ну, допустим, у меня ТС-ку вторую. Как симулятор. Не знаю. Вот. Могли заметить, что в последней серии вообще сейчас, в данный момент, если прямо сейчас смотреть, когда я записываю, а это утро, пятница. То она вообще без звука. Представляете? Вообще без звука. Мне ее нахрен отключили всю звуковую дорожку из-за нарушения авторского права. В общем, беда, беда, беда с этим авторским правом. Что-то надо с ним делать. Так. И видим, что вот. Вот. Наглядное пособие. Польский священник. Хайдман священник. Просто тупо взял и подвинул нашего купца. И что? И как? Так. Надгородцы бьются с литовцами. И литовцы явно сейчас будут проигрывать. Польский лазучек сдох в Киеве. Это радует. Но я смотрю, литовцам каюк наступает. Не помешало бы нам подсуетиться вот в такой ситуации? И захватить бы Минск. Так. Новая невеста. Белогост Фоминский на надежде Турена. Хорошо. Король Иерусалима умер в бунт во Владимиро Волынском. И мы видим, что... Хреновая происходит ситуация. Снова подошли. Снова, снова. Нахуй гады. Приветствую вас. Более областите. Я воин, а не посол. Так. Ну, свадьба это понятно. Дипломатия. Грузины начинают войну с турками. И разрывают союз с Золотой Ордой. Смотрите, какие они. Ха. Однако. Так. Мы на 23 месте. Прилюдно мы казнили Лазутчика. За каким он ко мне лезет, я не знаю. Но он зачем-то лезет. По деньгам у нас все тоже хреново. Ну, вот видим, что у нас следующий ход уже прибыль поболее будет. Так, ну и давайте сперва с дипломатами. Много всяких разных. Хорошо, это вот здесь оставим. А вот это мы поведем куда-нибудь в другие страны. В Южное, да? С Византией мы гутарили вроде как. Ну, давайте вот здесь пройдемся. Глянем, что происходит. Собственно, видим, что по-прежнему Адрианополь и Константинополь. Адрианополь мятежными находятся. Ну, это значит, что византийцам будет, чем заняться на досуге. Это замечательно. Так, дальше, значит, что мы смотрим. Дальше мы берем вот этот стэк. Если это можно назвать стэком, конечно, четыре отряда. Сажаем на корабль. И он у нас плывет далеко-далеко. Так, здесь, значит, что мы будем делать? Здесь мы доплываем вот до сюда, высаживаясь в нашу армию. Да. Они у нас сядут в алишки, временно посидят. Хорошо, подождут вот эти четыре отряда. Соберутся они вместе в такую уже небольшую банду, прямо скажем. Которые, я буду надеяться, смогут бить Кафу. Так, хорошо. Как видим, полностью на противоположный курс у меня изменилось. Моё мнение. Блин, и у нас тут всякие убийцы, не убийцы. Ну вообще, Новгородский гость. Кого? 90% Так, где наша цель уходит? О, видите, куда уже ушел. Это нахрен надо, мне за ним гоняться. Так, а вот этого... 90%. Отлично, что мне нужно. Идем тогда сюда. Да, Милор. И будем надеяться, что сможем мы его убить. Слушаю. Да. С православием все плохо. И смотрите, какая ситуация получается. У нас сейчас сбунтуется Владимир Волынский. К сожалению. Он станет мятежным в самом начале хода следующего. А тевтонцы на свой ход смогут его осадить. Здорово, да? И вопрос, что делать, остается полностью открытым. Давайте попытаемся снова ввести все наши войска туда. Может быть, это как-то нам поможет. Да. Так, ну и разбираемся с мятежниками. Зажали их, наконец-то, где-то в лесу. И гораздо меньше, чем у нас. Делаем это все в автоматическом режиме. Надеюсь, что так мы понесем меньшие потери. Ну и здорово. Все, возвращаемся. Возвращаемся. Так. Надо здесь явно менять нам один отряд. Да тут не один отряд надо менять по-хорошему. Здесь много чего надо менять. Да. Ну вот как-то так. Ну и будем надеяться на лучшее. На лучшее. Все мы сделали с вами. Ну и давайте сделать следующий, наверное, ход. По казне у нас в данный момент все хорошо, все отлично. Она растет. Надеюсь, что она будет расти и дальше. Также нашим священникам, значит, перемещаемся на нашу. Это уже и епископ, кстати. А это значит патриарх. Ого. Ну вот видим, что здесь-то, в принципе, уже все хорошо у нас. Давайте, наверное, в западной области переправлять их. Служу Господу. Потихонечку. Полегонечку, да? Да. Ну вот, и он мне поддакивает. Да, 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 да. Хорошо. Сколько вы там плыть-то будете, засранцы? Много. Ай, боюсь я, ребята, боюсь, что сейчас... К сожалению, я лишусь своей последней крепости. Я даже сохранюсь. Может быть, даже придется переиграть, не знаю. Пробуем. 17-й ход. Нас выкидывает, видите, прямо сразу выкидывает. Нахрен. Из Владимира Волынского. И это полная засада. Это засада, ребят. Я хрен не знаю, что делать. Потому что сейчас тефтонцы возьмут Владимира Волынского в осаду и будут осаждать его. И я так предполагаю, что они вполне себе смогут его захватить. Вот одна единственная ошибка, когда я народ пожалел. Ну, вроде наши, свои сидели-то в крепости, да? Прежде чем и поляки захватили. Могли же они прямо сразу в раз стать всеми там противниками на Руси, католиками. Так же не бывает, правильно? Мне на это требуется какое-то время. Поэтому я как-то пожалел. И вот почему привела моя жалость. Это урок мне на будущее. Буду знать. Буду иметь в виду. Да, и мы уже теряем какой? Третий свой город. Мы потеряли город, отдали Новгород. У нас один город отбили мятежники Кафу. И вот уже второй город отбивают снова мятежники. Ну, это прям, я не знаю, какая-то прям бешеная ситуация. Мне надо подумать, что мы будем делать, если в том, все-таки захватить нашу крепость. Потому что других крепостей у нас просто нет. Так, ну и вот случается, по всей видимости, та ситуевина, о которой меня предупреждали. Да, да, это именно она. Именно она. Ну и великий союз русичей. И собрались знатные бояре со всех земель киевских. Погрузились на ладьи с гостинцами пышными. В землю новгородскую и владимирскую. Путь держат. Нынче земля русская в опасности. И бесчисленное войско татаро-монгольское города и села огню передают. Людчество им в рабство уводит и убивает безжалостно. Будут бояре киевские с новгородскими и владимирскими совет держать. Объединять настало время силу русскую. Единым строем. Плечом к плечу вставать на защиту родной земли. И был заключен союз между ними. Крепкий, словно цепи кованые. И начала собираться рать великая со всей земли русской. Рать сильная и до сего времени невиданная. Настало время переломить хребет проклятым безбожникам. С божью помощью прогнать их с Руси матушке. Показать хану татарскому надменному, на что способна воинство русское. И увидит он и другим расскажет, коли здрав останется. Что кто на землю нашу пасть разынет клыкастую, тот смерть в ней сыщет. И кровью своей обагрит мечи с топорами наши. Да будет так. С Богом. Вот такое повествование. Любопытное. Ну что же, объединились все земли русские в единое. Могучий монолит. И как бы, как вы сами понимаете, война с Новгородом сама по себе прекращается. Захваченный, конечно же, город останется с новгородцами. У нас теперь союз с ними. Отношения 10-10. Единственное, что я сейчас попытаюсь новгородцев поиметь. Так, император Розантии умер. Плохо. Король Испании. Ладно. Итак. Отношения улучшились 10-10. Превосходно со всеми. Но при этом с литовцами ухудшились. Но сами понимаете почему. Потому что они воюют с Новгородом. С которым у нас теперь все. Прямо-таки супер. Союз. У нас теперь союз. Португалия с Генуей еще союз. Ну, что бы с ними. Так. И войну начали. Леон и Кастилия. Франция. С германцами. И шотландцы с германцами. Любопытно. Было бы актуально, если бы они англичан напали. Но вот. Они как-то по-другому. Ну, шутбе с ними. Скорее всего, не поделили города на побережье. Вот здесь, на Фландрии. Ладненько. Во. Смотрите. Здесь великих не в силу. Навык торговли. Бонус трейта. Плюс один к торговле всем купцам. Сумасать. Вещь. Вещь. Ну, и как мы можем видеть, что нам, по всей видимости, дали какие-то бешеные деньги. То же самое время. Наша прибыль. Минус 3600. Как вы сами понимаете, это связано с тем, что нам дали степк еще один. Да иди ты в задницу. Да. Повстанцев, конечно же, меньше. И боюсь я, что они просрут. Мой мозг начинает сворачиваться в трубочку. Какие будут поручения. Хорошо. Мы здесь видим новгородского купца, с которым мы почему-то не можем поговорить. Мне туда не пройти. Но, милорд, это невозможно. Может, какой-то вообще беспредел творится. Укажите врага. Что прикажете? Марш! Да, милорд! Марш! Вперед! Марш! И нету нихрена. Да что ж такое-то-то, блин? Да почему поговорить-то с ним нельзя? Да ты гонишь. И чего, хотите сказать, что я за вас деньги теряю, что ли буду? Да нет дороги. Но, милорд, это невозможно. Это писец как печально. Милорд, это дело будет выгодным. Это уж да. Ну, уж надеюсь. Что вы хотите знать? Какой-то купец. Не купцовый у нас. Так, ты, значит, садись в Олежье. Заодно и порядок. Здесь немного подвосстановится. Ладья наша плывет. И еще ход плыть будет. На сегодня наш путь окончен. Ладно. Прусский лазочек. Да как вы задолбали. Кто расстроил вас? Убийца ждет. Согласен. Да, милорд. Конечно, милорд. Да, милорд. Милорд. Мне нужно отдохнуть. Да. Мудрое решение. Во имя Господа. Да, я собираюсь сделать именно то, о чем вы подумали. Коли мы потеряем полностью все свои крепости, то единственный выход, который я вижу, то я ищу эту юнету и захватить другую крепость, а именно Галич. Войска благо у нас для этого есть. Вот он целый стек. А здесь мы ничего не сделаем. Нападать на птифтонцев? Это, конечно, дело-то хорошее. Он как бы начинать войну еще с одной фракцией. Мне как-то это, знаете, с желанием я не говорю. Мне жалко, что мы не доходим. Да то мы доходим до этого мелкого отряда, да? Мы победили! Да начнется бой! Победили, победили. Победуны хреновые. Так, ладно. Может быть, повстанцы еще смогут отбиться, либо цифтонцы, может быть, убегут. Не знаю. Вот он на полстека стоит, ждет. Так, и то, что мне нужно сделать, ребята. Мне нужно найти что-нибудь новгородское, с чем можно поговорить. Вот, блин, видите, ну вот как неудачно так сложилось, что нельзя переговорить с послом новгородским. А, он купец, господи. Вот я гоню-то, блин, ребят. Я гоню. Отлично, я нашел новгородцев. Так. Минус 3371. Итак, у нас превосходные, подозрительные, прочные. Да, хорошо. У них, значит, правитель подозрительной, мощь охренительная. Я не знаю, откуда у них столько войск. Там, я насколько знаю, новгородцы не так уж и прямо, чтобы прямо ух, я бы сказал бы. Учитывая, что скоро на них нападут еще и шведы, а могут подключиться еще и датчане, а там и прибыть в цифтонский орден, то у новгорода своих проблем хреново куча. Ну ладно, тут, по-видимому, как-то по-другому. Итак, торговый договор. Невыгодно. Сведения о карте не хотите. Хорошо, я готов платить вам дань. Я вам готов платить целую тысячу, 10 ходов подряд. Щедрое предложение. Да, Россия, она щедрая душа. Отмена дани. Пошел в баню своей дани. Отлично. Да. Да, правитель потерял целую единичку. Он стал ненадежным. Да и срать. Вот честно вам скажу. Зато у нас теперь торговый договор с Новгородом. Смотрим на прибыль. До новых встреч. Ху. Не так уж она и сильно изменилась. Черт. Какие будут поручения? Вот вы же люди нехорошие, а? Уже в пути. Дами. Ладно. Осталось нам придумать с вами, что тут делается. Вот это вот хрени. Этой хрени мало. Сюда нужно как минимум еще отряд пехоты. Хороший. И как минимум еще три отряда лучников. И это минимал. Блин, а почему же прибыль это? Да мне говорят, что если заключить торговый договор с этими перцами, все будет хорошо. Что прикажете? Что по деньгам я буду в плюсе. Ну вот. По-видимому, либо что-то у меня по-другому, либо что-то не срослось. И Чернигов. Чернигов на грани бунта. Ой, как вы уморили. Короче, дело к ночи. Темницу строим. По всей видимости, надо будет и виселица строить. Да. Вообще, имеет ли смысл в Чернигове это делать? Давайте что-нибудь вот в Киеве построим. В Киев-то мы по-любому будем до последнего защищать. Так, налоги. Давайте обычные поставим. И, наверное, будем строить гридницу. Или что? На воинское училище. А, общественный порядок и войска. Что, отлично. Шесть тысяч. Это нам будет стоить, да? И денег у нас там что-то останется на один ход, что ли? Здорово я придумал, не правда ли? У меня вопрос только другой. На что мне... Воська-то мою содержать вот эту. Что прикажете? На какие бубенчики. Можно, в принципе... Вот эти четыре отряда заказать. По 120. Не отказаться от постройки гридницы за шесть тысяч. Это мне позволит продержаться хотя бы пару ходов. Да, как раз сюда свернём. Тут сделается. И можно будет вот этих шустриков догонять. Хорошо. Хорошо. В принципе, все сделали, что хотели. Внизу мы ходили, я нашему. Чем не ходили. Итак, фессалоники. Здесь у нас кто? Здесь у нас византийцы пытаются их захватить. С византийцами я уже не помню, честно говоря. Торговое соглашение, да, есть. Все отлично. Не желаете ли обменяться картами? Не хотят. А не хотите ли вы купить нашу карту тысяч так за десять? А? Ну нет, не хотят они покупать за десять тысяч нашу карту. Ай. Даже за тысячу. Ладно, мы вам её дарим. В знак нашей. Да? Ну идите к чёрту. Поэтому мы заезжаем. Пойду к генуэзцам-то дам. Поторгую. Подожду до утра. Так, сохранимся на всякие пожарные случаи. Хрен не знаю, что здесь может случиться. О, смотрите, пиратский корабль. Три штуки. Охренеть. Ну, сейчас наша ещё подойдёт. Тоже третий. Это именно те корабли, которые там гуляли. Попробуйте. И которые вызвали, собственно, десант мятежников. Да. Ну и всё, делаем юбилейный двадцатый ход. Ну и всё. Внимание на нашу крепость. Владимир Волынская. Посмотрите, смогут ли тефтонцы. Так. Что-то новенькое. Ну, это куда-то вы нас вообще завели. О, ну, 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 как. Два стек. Ещё два стек. Обалдеть. Далеко, далеко. Ну, сейчас посмотрим, что предпринимут войска союзные. Что они будут делать. Ломануться вперёд или будут стоять, или ещё что как. Так. И вы смотрите, поляки вышли из Галича, я хотел сказать. Они почему-то в него снова вошли. Липопытно. Так, давайте шустрее ходить. Так. то есть к если я правильно понимаю литовцы начинают войну против меня это так расценивать член семьи и дэвидас минский нападает на меня без всякого дела с конечно отношения ухудшились но это не означает что надо нападать в принципе это как повод захватить минск если вообще еще до сих пор собственно литовскими вроде когда но проводим этот бой в ручном режиме преимущество конечно за литовцами понятное дело у нас отряд ли стрелковый попытаемся побегать от противника пострелять может чего и настреляем собственно так разворачиваем войска начинаем битву куда-нибудь убегаем тут главное тяжелая конница 25 у нас огромное преимущество по скорости так где они там давайте настреливаете главное вовремя заметить да 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 убегаем убегаем я сказал убегаем я нажал на эту чертову кнопку вы чё ну вот как обычно это и бывает полное непонавление полководец позволил убить себя ну да конечно и самым первым сдох полководец конечно именно так как оно должно было случиться так двоих уже не потеряли ребята не тупите но за такое количество стрел только двоих я боюсь что у нас проблемы с резать как хорошо но уже 19 осталось так спускайся вниз прочь из леса прочь нас куда-то загоняешь какие-то дали придурки вылезайте оттуда враг обескровлен конечно без колоний но и вот да 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 12 проблему начнем с ты когда на стрел закончится тогда да тогда эти 12 даже эти 12 нас перековыряются ну давайте убейте еще так вы без атаки выдавайтесь нормального расстояния конечно красивую сделано вообще войска очень нравится бить их это был почти последний зал ну и все пошла рукопаха я надеюсь в этом замесе сможем как-то положить что понимаю что у нас ну вряд ли мы уже потеряли серых даже одного не смогли убить абсолютно да абсолютно они ничего не могут в рукопахе это вам не монголы у которых там конные войска могут быть стрелками могут быть и копейщиками могут быть хер знает кем еще и в следующий раз враг дорого заплатит за свою удачу гладко есть придурок существо никчемное нет конечно же жесть просто жесть милость божья они не знают пощады ну и куда вы поперлись придурки еще и к новгородцам территории зашли этого мне еще не хватало ну могу всех поздравить мы теперь воюем еще и с литовцами в казне у нас жопа да литва киевская русь шотландии генуя союз перемирие новгородц литовцами вон оно как вот почему напали ясно византии сицилия смелый купец да хрен с тобой казнили да киевшки так что прикажет новгородского отряда я не вижу в упор и чего это вот это мне тоже немного раздражает по моему тут проблем дал искренне ли еще по моему в какой-то версии рима 1 когда то есть когда происходит перекрытие пути очки ходу прекращаются как не прекращается убираются оставшиеся вот этот идиотизм по моему уже давным-давно вылечили это абсолютно неправильно а в совершенно неверно потому что на всей территории карты поставить башни невозможно ни по финансовым ни по господи логическим причинам но нельзя поставить везде вышки чтобы можно было видеть и поэтому ваши войска всегда будут спотыкаться о кого-нибудь рано или поздно будет происходить и вот так вот он сделал сколько-то полметра прошло это идиотизм это големый идиотизм ребят так быть не должно так быть не должно потому что быть так ну просто не должно так на него ну жду приказа на него объединяйся рад служить над вам чтобы не обсе рились так мне вот эти ребята можно чтобы в этом у меня армия вот такая вот получилась пехота с одним отрядом лучников еще ход будем плыть с этими ясно давайте сразу сделаем следующее дело сходим нашим послом кого-нибудь заодно пошлем так что у нас с владимир волынским с владимир волынский у нас следующий у нас ушел стек укажите врага этих хреновых тефтонцев остался малый стек который я не знаю чем будет делать видимо орудия нет еще на эту ходу только его монета и должны были заказать осадное орудие их нет мы не понять что они короче будут делать что-то несколько и все по классно выражает идем на врага враг разбит мы одержали победу да начнется бой остатки каких-то тут воинств польских всех казнить в чертой массе они у нас и так испорчено еще уж там 4910 42 то есть всякие недобитки да что прикажете марш вален ну что ж такое то так как-то ходите вы через жопу за корючка вот вам яйца хотя бы смогли начинаем осаду все это дело взять на следующий ход мы будем штурмовать нас на идет у него принц владислав с наемниками выпускает зерк неплохо было бы собственно еще и священника сюда загнать и как все и и и и Распустить войска я не могу. Это грозит ухудшением в отношении и с Новгородом, и с Владимиром, а следовательно и проблемами. Блин, как же тяжело так это слушать. Просто писец. По сравнению с каким-то там Ванилью или с Кингбунс просто непередаваемо. Единое неправильное решение может привести к краху всей компании. Это просто жесть. Денег остался на ход. Потом пойду в минус. Следовательно, весь общественный порядок тоже пойдет в минус. Все пойдет в минус. Увеличиваем налоги. Где можем? Где можем? Уже увеличили. 2 700 минус. У нас есть какой-то отряд. Боярская дружина. Полтора, ой, полтора. Булка соля живет. Нафиг. Супер. Теперь денег у нас на два хода. Шикарно. Ну вот это не даст тег. Я боюсь, что у нас просто расшибнут, как как нифиг нафиг. Отказываемся от заказа еще одних ручников. Здорово. И будем надеяться, что мы сейчас найдем датчан и сможем с ними как-то заключить торговлю. Занавим еще инквизитор идет. Вообще шикарно. Так, а вы, придурки, что тут ходите? Ну-ка, давай-ка вот сюда вот. В Минске стоит стек. Если сейчас еще и войска пойдут литовские, например, на Туров, не защищаться ничем. И этот стек из Галича, те остатки, точнее, стек, что останутся после захвата Галича, добьих и просто, я не знаю, курум на смех. С Владимиром Волынским ни хрена не понятно. Тевтонцы, уроды, свалите нахрен, либо нападите уже, я не знаю. Чтобы хоть какая-то ясность была. Это хорошо, что мы все-таки не стали воевать. Смогли, точнее, не воевать с венграми. Иначе было бы вообще по-хорошему с поляками Галича тяпаться и замириться было. У литовцев Минск бы захватить и замириться. Тоже было бы неплохо. Блин, блинский. Ну что ж, друзья, серию на этом и заканчиваю. Смотрите обязательно. Следующую серию в ней будет у нас, конечно же, захват Галича. Разрешит ситуацию с Владимиром Волынским, я так думаю. Ну и через два хода, возможно, мы обанкротимся. То есть у нас вот такая прям. Туда-сюда, туда-сюда. То хорошо, то плохо. В общем, спасибо, что смотрели. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии. Ну и, конечно же, подписываться на канал, кто этого еще не сделал. Спасибо за внимание. Удачи. Субтитры сделал DimaTorzok